всем привет это SB1813 или просто сами продолжаем реакции ну что давно у меня не было кринжовых реакций давно я никого не говнил но в принципе может быть тут я и не буду этим заниматься но скорее всего буду потому что тут мой любимый не я уже рассказывал как отношусь к этому персонажу даже знаете не негативно но я вот с него кринжую прям дай бог опять же у меня была реакция на midgebray я не очень люблю midgebray прямо даже очень не любил их раньше сейчас как-то так 50 на 50 вот но не все в midgebray мне не нравились например у midgebray прикольный басист был там был слабенький вокалист ну как бы окей и был вполне себе нормальный ударник но mia это вот прямо из современных викищиков наверное это просто контисенция кринжатуры которая только может быть и этом причем говорим только про музыкальную вообще составляющую потому что гитарист он достаточно плохо композитор тоже и после midgebray когда они развалились я просто немножко наблюдал за ними и в каких группах он играл это просто ужас был если вы знаете и вот я что-то как-то не мог понять еще он делает потому что постоянно ну когда сидишь там всякие как же паблика там в тг я подписывал много на икейный групп и вот его постит что вот он что-то там занимается в качалке то он еще что-то сделал и вот он там что-то какие-то видосики и вот он вообще у хизаки с сеной был гитарки они там друг друга рассматривали и я такой окей ну чем ты известен то почему как бы кто за тобой следит кто тебя любит опять же фанатки mia и фанаты да если такие есть можете написать без негатива сейчас просто написать за что вы любите mia если вы его любите да потому что я не понимаю это просто чувак который ну нихрена не делает и вот эти вот все его офигительные истории про соски да я думаю вы знаете даже на фотке это видно но это просто уже какая-то шиза и то есть опять же я рассказывал что есть шизанутые чуваки вики по-хорошему шизанутые но интересные а есть mia он просто какой-то долбан но опять же это без негатива потому что вот я так и вижу я просто не понимаю где у него музыка где у него вообще что-либо и вот наконец-то что-то вышло наконец-то что-то вышло называется me midge bray и вот сабата это я не понимаю это название вот именно группы там или это название в принципе трека и шин и вот этот шин откуда у меня у кого где-то тоже видел в любом случае мне интересно исключительно ради мии это все было то что я такое увидел ого да давай давай сделаю реакт просто посмотрим что ты вообще делаешь так что давайте посмотрим давайте посмотрим ну кринжа нем не кринжа нем может вдруг годнота сейчас какая-то будет в любом случае q скорее всего сабата это трек называется судя потому что он спел это сейчас вот он тоже вроде но я не могу на это смотреть ну ребята ну зачем чувак зачем ты это сделал и он очень странно выглядит он сейчас качается он такой качок но при этом супер миловидным лицом таким реки иным ну ладно давайте с первого раза кто угадает на чьи кривлянии это похоже только там ребята хотя бы стоят тут зато интерьер какой-то аристократический аристократические кривляния вот возможно я так и назову эту реакцию не забудем трек ни о чем пока очень просто ни о чем еще и звучит плохо ну это прям съемка какая-то как будто я просто думаю может это вообще в принципе миджи-брей типа чувак тоже миджи-брей но соляк а чё так плохо слышно это ну это единственный гитарист принципе который когда играет соляк его не показывают вау типа наконец-то показали а весь остальной другой соляк почему-то не показал вот так вот типа обычно в вике показываются все очень любят выпендриваться соляками тут большую часть видоса просто ну типа мозг просто сидит гитара вот так типа лол это ужас какой-то ну это просто я не говорю что сам соляк как бы такой себе да он просто по гауну туда-сюда гоняет вот ну и сыгрант но почему ты сидишь так слышит гитарист и ну типа он себя позиционирует как охренительный гитарист просто на 1 на фоне да всяких там этих версалей там и все остальное в итоге в клипе сидит вот так с гитары что за лол так ну что давно не было каранжатуру у меня на канале прям такой отборный вот она взялась но я даже не знаю с чего тут начать типа ну вы сами все видели опять же да кто если вдруг кому это понравилось если да я сейчас понимаю что блин я конечно не знаю вот кто опять же шарит да это был миджи брей в целом это вокалист тоже из миджи брей потому что я как-то вообще не помню как он выглядит потому что не еда теперь за ним немножко слежу потому что мне лично самому это весело за остальным я вообще не слежу поэтому без понятия где они че они я помню там только собственно вот вокалист с этим с басистом помог какой-то поп-проект делали даже такой себе вот но это это прям что-то жесть это я не знаю во первых ну давайте с клипами начнем клип какой-то дурной если честно то есть они просто сидят они даже не стоят не вот это вот как у деспирада например да деспирада хотя бы ну то но они тоже крыжово крыльяются но они хотя бы пытаются что-то то чуваки просто сели посидели что-то момент целиком вот честно я не понял мне как вот ну я же тоже как бы условно гитаристом басист так далее я понимаю что даже даже я типа это такой тот человек который типа не особо любит выпендриваться даже показывать свои партии но когда у тебя соляк можно этом ну даже не можно это нужно сделать тем более когда ты как бы гитарист который вот хочет быть опять же наравне там всякими там хизаки и так далее вот и очень странно что он почти весь соляк почти весь соляк сидел вот так вот с гитарой непонятно как то сего ну а тот кто снимал типа не мог подойти ему с той стороны у них там один на один метр что ли чё вообще произошло короче супер странный клип да прикольно то что интерьер весь вот это да но можно было наверное как-то ну немножечко хотя бы постараться какого-то движения этому всему сделать что-то реально это было похоже на какой-то знаете вот если бы он там один сидел это было бы хотя бы что-то типа play true наверное хотя если бы он сидел так вот с гитарой как я показал как он там и сидит то это было бы сам ужасный путь ру который видел короче к вокалисту ноль вопросов он такой типы дженерик вокалист опять же не знаю может какой-то сократительно в принципе это просто какой-то visual key ради visual key ну вот это он не просто обыкновенный он по плохому обыкновенный вот и переходим к соляку уже как с музыкальной точки зрения но я короче не знаю за что вот его любить как гитариста честно потому что он не ритм партии нормальные не придумывать там просто какой-то металл корчек был да какой-то дурак можно играть и соляк просто что это такое типа ну они должны быть интересные селики если ты хочешь играть mixtureLETЙ металл метальные perse bị они должны быть чутенькие все вот эти вот да все вот эти тэппинги свиппинги и должен играть такие патчетенько или как-нибудь красивый как-нибудь по гармонии но не знаю но просто вот у него каша идет у него просто огромный соляк просто каша которого сначала еще не слышно за вокалом короче мне это вот человек загадка для меня. У этого человека загадка, самая большая загадка, за что его любят. Ну, просто как будто бы, знаете, вот эту историю, что вежелки любят не за музыку, а вот просто тупо за красоту. Хотя даже красота, какая красота! Ужас. И как бы все... Ну, никто не слушает это особо, да? Или слушают, ну, как-то там одним полулевым ухом. Вот. И все такие, о, мини, какой красивенький, какой прикольненький, оля-ля-ля. Вот. А по факту, по факту, ну, музыкально это просто отвратительно. Это просто ультра-отвратительно. Это невозможно слушать. Ну, у человека, у которого есть уши, скажем, да? Вот. И, ну, как бы, наверное, можно это посмотреть. Ну, тут опять же говорю, вот кто фанат ми, кто фанат Миджи Брей, можете написать, за что вы это любите. Ну, только честно, только честно, не пишите, что это крутая песня. Ну, нет. Это не крутая песня. Даже у Миджи Брей были прикольные песни. Были прикольные, я соглашусь, некоторые там неплохие прям. Но не с точки зрения гитары, не с точки зрения соляков. Это просто самое худшее, что я в Икее слышал ever просто. Так что, да. Ну, вот. И, в принципе, наверное, и все. Спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Лучка, если вам нравится, нравится, вам все знаете. Я вот эту реакцию делал, опять же, не для того, чтобы васрать мию, как бы, мне это нафиг не надо. Мне было интересно просто. Это интересно, это, наверное, больше какой-то такой эксперимент, опять же. Я решил посмотреть, что он делает, как он делает и зачем он это делает. И, честно говоря, я так и не понял. Так что, знатоки пишите. Опять же, можем пообсуждать все это в комментариях и так далее. Но такое чувство, что чувак просто существует. Он как будто бы когда-то, опять же, благодаря Меджи Бреи, не ему, а именно в целой группе, он как-то расфорсился и, может быть, случайно попал в какие-то там тусовки-нетусовки. Вот. Но сам по себе он просто, ну, ни о чем не живет, если честно. Ну, ладно. Уж кому, блин, как мне говорить об этом, да. Хотя, не знаю, я играл просто его слики. Ну, типа, мы делали два кавера на Меджи Брей и ничего сложного я в них не нашел, если честно. Ну, ладно. Короче, все. Опять же, кто любит Меджи Брей, кто любит Мию, пишите. Пишите. Не обижайтесь, а вот просто пишите. Симон, не прав. Давай, типа, по полочкам сейчас разложу, почему Мия крутой. Только не пишите, что вот, типа, Мия крутой, а ты не крутой. Понятно, что Мия круче меня, но по фактам, пожалуйста. Потому что мне это реально интересно, потому что это вот единственные из Вики, которые, ну, типа, я не понимаю, почему он крутой. Всех остальных можно протянуть, но вот не его лично для меня. Так что вот так. Короче, все. Я пойду. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok